Нигма Гелакси против Найт Шэд, формат встречи Бо-3, напомню, первую карту забрала в копилку себе Нигма Гелакси, довольно-таки уверенно, довольно-таки сильно, без каких-либо проблем, какого-то сопротивления Найт Шэд не оказали, то есть, ну, матч, в принципе, был в одну калитку. Посмотрим, что у нас будет на второй карте, возможно, что-то новенькое, что-то придумают, напомню, что на первой карте друид с снайпером просто развалили в Соляново, без каких-либо проблем, и что мы видим на второй карте? И первым же баном, да, First Ban у нас минус друид, минус снайпер, да, Нигма Гелакси минус Туск, минус Омник, минус Shadow Demon и минус Тренд Протектор, забанили Нигма Гелакси. Также Найт Шэд убрали Сан Кинга и ждем первые пики. Очередь сил света выбирать героя. Так, Энчантрис, ну, это хорошо, начинаем с отличного, Энчантрис очень сильная пятерка, в принципе. Не то, что даже на The International, хотя там либо в пиках, либо в банах всегда Энча была, да, очень сильно разваливала, в принципе. Энчантрис пятерка в каком-то сильном, да, глубоком лейте может стать большой проблемой, в принципе, для любого Терри, да, для любого противника. Так что, ну, нужно опасаться этого персонажа. И помимо этого, и даже до The International, Энчантрис была довольно-таки сильным героем. Ее не резали, там не изменяли, так что... Хорошо, имеем ответ Никс Ассасин. Люблю очень Никса на четверочку, на четвертую позицию. Хорошо себя чувствует. Тем более, что Никс Ассасин, если собирается через Дагон, как раз-таки этот Никс Ассасин может на изи убивать Энчантрис без каких-либо проблем. Будет ли у нас Никс собираться через Дагон, я не знаю. Как будет играть Омар на Никсе, ну, если это, конечно же, четверка Никс Ассасин, потому что у нас все может быть. Задержки, да нет задержки. То есть на этом матче, то есть 100% нет задержки. То есть ты там можешь включить официальную трансляцию, если интересно, и посмотреть, то есть что там... Ну, может задержка там несколько секунд, то есть атак, но нет задержки. Ладно, что там подбанили Найт Шейд, получается Визажа и Марса. Хорошо, хорошо. Нигма ждем пятый бан. Нет, я, кстати, не смотрел. Не смотрел какие-то там сейчас. Пока не смотрел. Ну, я думаю, тоже плюс-минус где-то там 8-9 коэффициент на Найт Шейд. То есть, думаю, нету смысла. Параллельно играет OG против Левел Ап. Ну, я думал над этим матчем, посмотреть. Я знал, что он будет более интересный, но, блин, я очень люблю Нигму, и мне хотелось посмотреть, то есть, что, как здесь. В принципе, вот и смотрю. Пятый бан минус Луна. Луну мы, к счастью или к сожалению, не увидим на этой карте. Но ничего страшного. Так, второй пик. Миранка. Миранка. Мирана у нас может быть либо четверка, либо керри. Напомню, что Миракл на Миране хорошо играет. Часто играет. Смотрел на дутабафе много игр. Посмотрим, будет ли у нас Мирана. Керри. Ну, я думаю, что, скорее всего, это Керри и Мирана. Ну, очень близко, потому что Никс Ассасин уже на четвертую позицию очень хорошо заходит. Тем более, что появилась Снепка и... Кунка, он же пират. Интересно. Очень интересно получается у нас уже в Найт Шейд есть пятая позиция, Enchantress. Четвертая позиция, Снепфайр. И сложная линия, да, третья позиция, Адмирал Канка, как говорится. Получается, нужно добрать керри и нужно добрать мид в команде Найт Шейд. Что у Нигмы? Давайте подождем третий пик, да, и там уже что-то будем давать какую-то информацию, какую-то аналитику по этому поводу. Хотя, если что, я, естественно, не аналитик, ни на что не претендую. Так, чисто смотрю по кайфу, когда есть время. Ну, в принципе, стараюсь все там смотреть. Кстати, если вот проиграет у нас Найт Шейд, да, а там проиграет все лузера, да, все аутсайдеры, то, в принципе, следующую серию смотреть я не вижу смысла. Потому что, ну, смотреть, как играют команды из OpenQual в закрытых квалификациях, ну, зачем? То есть, ну, посмотрим, посмотрим, еще как она будет. Так, Клокверк появился, получается, есть уже четверка, да, Аникс Ассасин, Омар, есть пятерка, Клокверк, Джейдж и Мирана. Я думаю, что это Мирана для Миракла, ну, посмотрим. Осталось десять секунд. Сто процентов это Кор. Джейдж играл предыдущую также на Клокверке. Ой, Праймл Бист, хорош, хорош. Блин, ну, очень сильный пик у Нигма Гелакси. Сильные линии. Кто там? Темплар Ассаси, это медовая темпларка. Хотя, может, и пойти в Керри. То есть, пока что, получается, Нигме нужно добрать себе Мидера. И Найт Шейд, если это медовая темпларка, нужно добрать Керри. Так, по линиям получается у нас Мирана плюс Клокверк. Хорошая линия. Тем более, что Клокверк закрывает в Клоках, туда залетает стрела. Стрела, очень даже неплохо, очень даже неплохо связка. Им стоять, если Мирана Керри с Клокверком пятеркой, да, им они будут стоять против, получается, Кунки плюс Снепфайр. Кстати, блин, Кунка плюс Снепфайр, это хорошее линия. Посильнее будет Мирана с Клокверком. Ну, Мирану тяжелее будет ловить. А вот Клокверка через Крест, ну, хороший Кунка и Мирану поймает. Даже с тем, что у Мирана есть Липа, если правильно затаймить, да, через Крест, то все можно сделать через Крест, через Торрент. Я думаю, все получится. Так, подбанили Пака. Они все-таки думают, что Теплар Ассасин будет Керри. Ну, я тоже предполагал. Возможно, будет так, возможно, будет иначе. Не знаю. В свою очередь, Найтшайт забанили Лину, и, получается, ждем последний бан. Нигма подбанили еще Инвокер. Но Инвокер хорош. Инвокер хорош здесь. Пак мне не нравится для Найтшайт. А вот Инвокер хорошо заходит. Осталось 5 секунд. Очень даже хорошо. Ну, ждем. Пока что ждем, посмотрим, что там будет. Последний бан и последние пики. Напомню, что счет по картам 1-0 за командой Нигма Гелакси. В принципе, кто понимает, тот понимает, что этот закрашенный прямоугольник, да, таким желтым, желтым цветом, это означает, что команда ведет по картам 1-0. Какие шансы у Найтшайт? Ну, шансы небольшие. Вайпера подбанили. Не знаю. Там остается еще, что на спирит хорошо смотрится для команды Нигма Гелакси. Хорошо смотрится будет спирит. Очень хорошо смотрится. Так, ДК, это получается, что ДК Мид пойдет. Но у них, кстати, есть возможность отправить либо Тэмплар Кумид, либо ДК Мид. Мы сейчас это узнаем. Потому что, ну, такое, вы знаете, крепкий пик у Найтшайт. Мне намного больше нравится, нежели на первой карте. Хотя, неплохой там пик был, да, только мне вот Керри Алхимик там никуда, да. Но так или иначе, имеет 20 секунд команда Нигма Гелакси, чтобы добрать себе последнего героя. Ну, и, в принципе, сейчас мы узнаем, кто же это будет. Это макака. Это медовый макака. Да. Так, получается, что у нас? Сумаил. Мид макака. Нуб. Харт. Прямал Бист. Джейдж. Пятерка Клокверк. Миракл. Керри Мирана. И Омар. Четверка. Никс Ассасин. В принципе, ничего нового здесь. Ну, оно и не сложно, когда ты там много смотришь матчей тех или иных команд. То есть, ты понимаешь, есть понимание, есть некая аналитика. Так что, ничего здесь сложного. Так, у Найтшед. Что там у Найтшед? Получается, все-таки у нас Керри ДК. Медовая Темплар Ассасин. Получается, Кунка у нас. Хард Лейнер. И так, 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 так. Энчантерс. Пятерка. Он же Леброн Дота. И получается, вейвформ четверка снэпка. Так, по линиям. Теперь, что по линиям. Темплар Ассасин против Макаки. Хорошо стоит. Я бы сказал, плюс-минус ровно. Да, если играть очень осторожно, то Темпларка себя хорошо чувствует против Макаки. Дальше. Кунка плюс снэпка. Да, говорю сейчас про команду Найтшед. Кунка плюс снэпка. Да, то сильная линия. Очень сильная линия. И, в принципе, у легкой линии. Ну, у легкой линии в Нигме Гелакси могут быть проблемы. Я как раз-таки говорю про GH. Потому что, ну, с Миранкой будет потяжелее. А вот GH, если он там потратил Коги, в принципе, ловить можно. Так, легкая линия у них получается ДК плюс Enchantress. Ну, блин, тоже хорошая. Вы знаете, у Найтшед хорошие линии. Да. То есть, посмотрим уже за реализацией, как они постоят эти линии. Ну, а по факту, вот говорю по факту, если я бы не знал, что играет какая-то команда из OpenQual, я бы сказал, блин, да, хорошие пики. Реально хорошие пики, хорошие линии, хорошие матчапы. То есть, ну, можно играть. Да, у Нигмы тоже хороший пик. Базару 0. Но, блин, вот если прям посмотреть по пику, то мне пик Найтшед намного больше нравится. Реально, хороший, сильный, крепкий пик. Так что, посмотрим на реализацию, что нам покажут здесь Нигма Гелакси. Сломали они Вардик. Напомню, на первой карте они тоже сломали Вардик. Да, еще вроде как рун где-то вот здесь не ломали, вот. Где-то здесь, возле этих трех деревьев. Ну, ладно, ладно. Так, по две руны на этот раз. Не помню, правда, на первой карте, что там было по руну. У нас там была небольшая драка до еще рун. Может, из-за этого и не помню. Так, получается, по две руны забрали. Да, парни желают друг другу удачи. Good luck of fun. Good luck of fun отвечают Нигман. И я вам желаю приятного просмотра. Желаю также удачи у ваших каких-то начинаниях, если они есть. Так, ну и Сумаил против Templar Assassin. Макака против Мини Орси. Или, как правильно читать этот ник? Мини Орси 2 0. Ну, ладно. Так, здесь видим, что GH неплохо подразмял лицо. Снепки, снепка пока что ничего не укачала. То есть, нету еще несколько Тербласт, они печеньки. То есть, видимо, по ситуации. Ммм, да. Так, подрубил я ту свою переделку, GH. Потерял он, кстати, курьера. Что неплохо для команды Night Shed. 25 голды, ну, из ниоткуда. Это очень даже хорошо. Так, ну а здесь, здесь какие-то хороводы, видим. Ребята водят. Что-то туда, что-то сюда. Что у нас здесь? 7-2 против 2 0. Ну, у Сумаил он очень жесткий. Очень жесткий. Да, напомню. Я сейчас объясню, почему. Видите, три удара. При четвертом ударе зарядится палка у Сумаила, у Макаки. Да, и в принципе, на этом, ну, все. То есть, она больше не подойдет. Темплар Ассасин. Ну, а здесь, пока я вам рассказывал про заряд палки, да. Убили керри команды Night Shade, да. На первый игрок, на First Blood. И достался первый игрок. Нубу, по-моему, в первой карте тоже нуб сделал ФБ, если я не ошибаюсь. Так что, ну, начинается 1-0 на третьей минуте. Ну, получается, на второй минуте было ФБ. Да, страдает, страдает там пока что у нас Темплар Ассасин. Но увидим, что возвращается уже 8 крепасиков есть. То есть, главное, не давать заряжать Макаки свою палку. То есть, если этого не делать, а видим, что Темплар Ассасин довольно-таки осторожничает по этому поводу. То есть, если не давать заряжать палку, то, в принципе, стоять можно. Как оно, как и говорилось. Да, подфармливает аж под своим тавером. Но главное, что фармит. То есть, опыт есть, бабки также будут. Так что, пойдет. Что там в Миракла? 11-1 против 13 на 0 на Кунке. Так, ник у него, по-моему, читается как кодекс, правильно? Если я не ошибаюсь. Так, Торрентом попал. Есть еще Скаттер Бласт. И Христа пока что нет. А что, он прыгнул? Он хотел убить, да? Хотел убить Вейвформ. Неплохо, неплохо. Ну, самую малость. Самую малость оставалось, чтобы убить. И вынужден, конечно же, Вейвформ идти на базу. Регенится. Получил за это Миракл. Небольшой тип, да? Да, да. Можно сказать, что намного получше линии, нежели на прошлой карте. Это заметно. То есть, мы видим, что тяжело в Нигме. То есть, они хотят играть свою игру. Хотят заставить противника играть по их правилам. Но пока что не сильно-то получается. Довольно-таки все ровно. Если мы откроем Дота Плюс, мы видим, что, ну, ровно 50 на 50. Очень сильно зависит все от реализации, от личного скилла игроков. Это естественно. То есть, мне кажется, это превыше всего. То есть, драфт, конечно же, решает много. Но когда вы там играете а-ля против противника Тер-1, а вы там где-то на Тер-2 Тер-3 уровне, то никакой драфт вас, конечно же, не спасет. С этим, я думаю, многие согласятся. Ладно, здесь неплохо пробили Миракла. Потерял он где-то 45% своего ХП. Имеет 2 брейсера, там, веточки. Пока что у него все нормально. Так, Кунка фармит хорошо. Но это все-таки Кунка под снепкой. То есть, урона там тона. Так, у них уже должны были быть третьи уровни. Я про Кунку и про снепайра. Так что нужно быть очень осторожным GH. Да, видим, что у нас есть Крест плюс Торрент. Неплохо опять пробили снепку. И здесь стянулся у нас Энчантрес. И GH будет умирать. Да, счет у нас 1-1. Правда, Омар также перетянулся. Но, к большому сожалению, Энчантрес не убить. Энчантрес, которая качает свой подхил. Асанейка как раз у вас качается через второй-третий. Без шансов. Без шансов убить Энчантрес. Ну, при нами вдвоем. Пока что нету такой возможности. Так, GH прилетел. Есть нападение на Кунку. Закрывает его в Когах. Есть печенька. От снепки. Ну, хотят, хотят. Станчики есть. Но не будет. Рядом все еще есть Энчантрес. Ну, и что, на этом все. Да, пока что играем 3 в 3. На нижней линии, как в старой и доброй. Может, кто-то помнит еще. Так, есть нападение на Кодекса. Да. Оставили саппорты своего Кунку. В принципе, из-за того, что оставили. Плюс еще стянулся Макака. Да, Сумаил решил оказать помощь своей команде. Ну, и, в принципе, нормальное завершение атаки. Атака завершилась смертью для Кунки. Все-таки успел забрать у нас Сумаил. Дабл дэмэдж. Но, блин, вдвоем. Плюс еще Кентавр. Мне кажется, силы очень сильно неровные. Да. Минус Сумаил. В Когах. Застрял у нас здесь Джейдж. В своих же Когах. И... Ну, подфидели, вы знаете. Подфидели здесь Темплар Ассасим. Все-таки пик работает. Очень даже... Ну, хороший пик. Реально хороший пик. Хороший драфт у команды Найтшейд. Так что... Пока что это дает какие-то плоды команде. Справа мы что наблюдаем по Нетворсам. Да, вот у нас есть Нетворсы. 3 700 у нас за Прэмил Бистом. У него топ-1 Нетворс. Но дальше уже идут игроки команды справа. Напомню, что на первой карте было что по Крипстатам, что дальше по Нетворсам. Все за командой Нигма Гелакси. То есть коры были всегда впереди. И знаете, чего? Хотелось сказать, что там своровали руну мудрости. Но нет. В принципе, не своровали. Пока что по одной рунке мудрости для команд. Игра у нас продолжается. Восьмая минута. Счет 2-3. Преимущество в нуле. В нуле, друзья. Это очень важно. Ну, это важно. И преимущество в нуле, потому что пик хороший у команды Найтшейд. Так, нападение здесь на Нуба. Напомню, у него топ-1 Нетворс. Он решает, что лучшая защита это нападение. Приходит в нападение. Подтянулся из Эджейдж. Есть также Сумаил. Сейчас будет контрольная палка. Или даже без палки заберут. Да, забирают без палки. Минус керри команды Найтшейд. Хорошая вылазка. Тут же разбивают смока. И, видимо, хотят еще кого-то. Вижу, там кто-то рядом есть. Кто это? Там Пларка. О, это вкусный пирожочек. Сладкий пирожочек. Если заберут. Если удастся забрать. Так, есть танчик. Рядом есть снэпка. Но нет, нет, нет. Снэпка подсейвит. Будет еще печенька. Да, вот же печенька. И на этом, в принципе, все. Рядом еще есть энчантрес. Так что нужно быть очень осторожным в команде Нигме. В принципе, что они делают? Они очень осторожничают. Потому что понимают, что не так сильные, как на прошлой карте. Да, такой доминации нет. Пик у команды Найтшед хорош. Не знаю, кто там пикает. Кто драфтит у команды Найтшед. Возможно, Леброн. Возможно, еще кто-то. Так, есть ультимейт. О, не попадает стрела. Не попадает стрела. И не знаю, хватит ли демэджа. Ну да, демэджа хватит. Все-таки много. Очень много. Да, долго живет. Все-таки ДК сильный, бронированный. Но этого недостаточно. К счастью или, к сожалению, не знаю, кто за кого болеет. То есть, в принципе, я за три карты, если что. Но, как по мне, кажется, что команда такого уровня, она не должна играть три карты. Я сейчас про Нигму Гелакси. То есть, ну, не должна. Зачем? То есть, зачем играть три карты? То есть, они должны там две по 20-25, там, ну, максимум полчаса, то есть, и легкая идти отдыхать. Вот завтра, если у нас Нигма также выиграет, ну, закроет эту серию, да, завтра будут довольно-таки интересные матчи. Потому что там уже победители будут с победителями, да. В верхней серии это будет очень интересно. Посмотреть завтра матчи. В принципе, я там планирую матчи смотреть, так что. Но это будет завтра. Видим, что у нас есть фокус по Т1 Тауэру. Не просто фокус, это уже смерть для Т1 Тауэра в топе. Джейдж здесь что-то подфармливает. Так, ну, заняли, заняли втроем вражеский лест. Команда Нигма Гелакси, нападение здесь на Энчантрес. За счет того, что очень много урона в премьер-лбиста, удается Энчантрес убить довольно-таки быстро, довольно-таки без проблем, без боя, что немаловажно. И 11-ая минута, счет у нас 5-3, преимущество в нуле. То есть, довольно-таки рано, все довольно-таки ровно. Так, прошу прощения, видим, что Никс Ассасин из Вендетты что-то там вылез, но есть у нас ультимейт от Снепки, есть у нас корабль от Кунки. Довольно-таки быстро убивает Сумаила, что довольно намного приятнее, нежели предыдущий фраг. Сколько денег заработали? Ну, что-то не так много денег, а не вот. Почти 700 голды. Если учитывать, что Нигма потеряли еще сотку, так это почти 800. Так, ну, плетает, есть печенька, плюс торрент по двоим, неплохо, стрела, стрела попадает в Снепку, ставится Коги, хорошо, минус Снепка. И что, на этом все? Пойдут сейчас еще забирать Т1 Тауэр в центральной линии или нет? Да, 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 видимо, будут забирать, им этого мало. Да, пройдемся, пройдемся сейчас. Есть пивасик у Энчантрас. Ладно, вроде как у нас Затища, давайте посмотрим, что там по артефактам. Мирана имеет аркан Буци, Гаврилия Затища, да, нападение через торрент Крест и нет. Сумаил заевайдил, нет, Креста не было. Вот есть Крест, но это так. Пробили его, потерял он где-то там половину ХП, но на этом все. А здесь кого нашли? Нашли Гиэйча, да, Гиэйч поставил Коги, но Шишка, как говорится, свое дело сделала. Там, по-моему, станом не попало у нас, да, Омар не попал станом, из-за этого не получилось подцепить, потому что, ну, стана нет, естественно, стрелы нет смысла давать, и в ответ они также забирают Т1 Тауэр. Что-то, знаете, очень ровно идут. 6-5, сейчас было даже Касари где-то за командой Найтшед. Очень интересно. Ну так, Кунг отдвигается в сторону нижней линии, в сторону Т1 Тауэра. Я помню, я помню, друзья. Так, что там Мирана есть? Дживелин есть два Брайсера. Хочет себе Мейл Штром. Пока что до Мейл Штрома еще недостаточно. Сколько там денег? 300 голды осталось. Макак имеет ПТ-шку, также хочет Мейл Штром. Здесь через Крест, Торрент, Корабль и Обрыгаловка Бабки убивает Ги Эйча. Я помню, помню, что-то как-то. Мортимир Кисис, вот. Праймл Бист имеет Фейзы, Ван Гвард, Сол Рин. Хочет себе сделать Кримсон и Пайп. Ну хорошо, обязательно, обязательно. Здесь нужен Крипсон, нужен Пайп. У Клокверка пока что только два Брайсера. Хочет себе Фейзы. Никасасин нашел здесь Бабку, залетает 5-секундная. Есть Торрент по двоим. Сейчас будет еще Печенька. Есть Печенька. И что, выживает? Реально выживает? Нет, не выживает. Все-таки Меркл забирает. Ставится Арена от Сумаила. Нужно выходить из этой Арены. Есть Станчик неплохой от Никасасасина по двоим. Но урона недостаточно. Все-таки корабль решает. А вот Сумаил, на Сумаила урона достаточно. Ладно, ну вроде как уходит. Но будет ли Станчик? Так, у ДК есть. Уже Армлет возвращают. Нуба. Минус 3 в размен на 1. Минус 3 в размен на 1. Офигеть. Так, здесь подцепили Джейча. Прыгнули через Печеньку. Джейч ставит Коги и должен жить. Должен, да. Не жаляет Хукшот, чтобы уйти. Ну да, да. Выживает. Выживает все четко. Ладно. Что там в Никасасасина? Пока что только Арканбутцы делает себе Дагон. В принципе, как и говорилось. Темплар Ассасин. Много имеет ПТ-шка. Драгон Лэндс. Почти Дезолятор. 700 голды осталось. У ДК показывал он ПТ-шка. Армлет. Есть Огракс. Будет, видимо, делать себе Сашу Яшу. Да? Кунка имеет Фойзы. Плюс Блэдмейл. Два Брейсера. Энчантры. Солар Крест. И снэпка имеет Арканбутцы. Два Брейсера. Делает себе Глимер Кейп. А здесь Джейч умирает. Тоже не тот. Ты сделал твой best. Центральную башню силы тьми атакуют. Получается, у нас счет 7-10. 4 тысячи ведут Найтшед. А вот и пик. Вот и драфт. Пока работает. Так, нашли здесь Кунку. С Вендетты тысяч. Костанчик. Ну, без шансов. Без шансов Кунка подзагулял. Товарищей по команде рядом не оказалось. Так что... Минус Кункевич. Хорошо. Хорошо. В смоках здесь двигаются. Команда Найтшед. Могут, кстати, кого найти? Мирану могут найти. Так, найдут сейчас, да. С печенькой. Мортимир Кисус. Минус. Хороший фраг. Очень хороший фраг. Минус Кери команда Нигма Гелакси. Остается он еще и Темплар Ассасин. Темплар Ассасин тащит, тащит себе Дезолятор. Блин, у Темпларки просто тона дэмэджа будет. Не знаю, как они будут справляться с этой Темпларкой, потому что, ну, очень много урона. Урона много. Что думает теперь Дота Плюс, когда у нас 16-ая минута, счет 8-11 и 4000 преимущества за командой справа. Вот интересно. 60 на 40, ну, ладно, ладно, я, пожалуй, соглашусь. Даже 65 на 35, то есть, пожалуй, тоже соглашусь. Ну, а Найтшед не теряют времени, да. И заходят на Рошана. За счет Дезолятора и за счет пассивки. Энчантерс они довольно-таки быстро и довольно-таки без проблем. Должны забирать, но... Он что-то знает, что-то знает Нигма. В смоках тэпается на топ. Так, Клокер поставил здесь Observer Ward. Увидел он здесь Кунку. И что, не удалось. Не удалось забрать довольно-таки быстро и без боя. Аегис в команде Найтшед. Так, находит опять Джейдж. Что-то Джейдж первую карту хорошо провел, а вторую еще как-то так. Так, ну что. Со второй попытки. Посмотрим, получится ли со второй попытки команде Найтшед забрать. Но, видимо, да. Видимо, да. Потому что... Без боя отдают. Команда Нигма Гелакси. И вы знаете, у команды Нигмы есть небольшие проблемы. Так, Сумаил здесь на деревьях. Он должен был увидеть все это. Да, убедил. Поставил арену. Есть палка. Есть хукшот от Темплара Сасси. Но убивай довольно-таки быстро. Но напомню, что это только первая жизнь. Сейчас РСница. А дальше что делать? Есть Станчик. Есть Ультимайт от Нуба. Убивает второй раз. Хорошо. Снепку убили. Снепка также байбэкнулась. Прошу прощения. Как же так же? Она же первый раз байбэкнулась. Пока что минус 3 получается. Мортимеркисис полетел. Убили двоих. Потеряли Мирану и потеряли Сумаила. Но в размен уже на четверых. Если считать то, что байбэкнулся у нас вейвформ, то минус 5. Не сбили? Нет, сбили. Все-таки Амара Станом сбил ТП. Так что будет второй раз умирать у нас снепка. И это уже печально. Довольно-таки печально. Потому что он потеряет очень много. Да, есть Стан. Затоптали. Минус. Хорошо. Хорошо. Что по деньгам? Что по деньгам? 4 тысячи заработали. Ну хорошо. Нигма хорошо сыграли. И вот сейчас будет уже такой переломный момент. Видим, что после этого у нас уже 50%. Так вот там нашли джейдж. Что-то джейдж очень много умирает. Шестая смерть. Ну все. Сейчас будет уже пофигу. Хотя на хукшоте нет. За счет таймбрингера убивает кумка джейджа для джейджа. Это уже седьмая смерть. Это очень много на самом деле. И как говорит большой и великий, уже как будто бы пофигу на игру. На самом деле это не так. Хотя у Нигмы может как раз таки так. За последнее время, не считая нескольких месяцев, Нигма в принципе ничего не показывала. Не знаю почему, не знаю почему так. Посмотрим, что будет в этом сезоне. Пока что ничего не ясно. Пока что непонятно, что там у Бэтбум. Непонятно, что у команды Спирит. Какие там рэшафлы, кто куда пойдет, зачем пойдет. То есть, ну единственное, что Пюреха, по-моему, вернулся в Бэтбум. Потому что у него закончился контракт. То есть он как будто бестендиннил, да? За Тундру. То есть Бэтбум не хотели отпускать. Пюреху. То есть, возможно, они хотели отпускать. Но за какие-то большие бабки Тундра не захотели платить эти бабки. Я даже более чем уверен, что Тундра не хотели расставаться с Пюром. Пюреха довольно-таки сильный игрок, так что. Ну ладно, ладно. Об этом чуть попозже. Пока что давайте возвращаться к матчу. У нас 21 минута. Счет 14-15. Здесь остается. Касарик за командой Night Shed. У ДК появилась Саша Яша. Двушка там сверху. Ну, я бы на его месте сделал себе Блэкин Бар. Видим, что у Прэмил Биста есть уже, что Кримсон. Что Пайп, да? Что не может не радовать. А что по Пайпу у команды Night Shed? Пайп есть. Хорошо. У Бунки есть. Пайп есть. Блэк Мэйл. И что? Сейчас будет драка. Должны были увидеть они Энчантрас. Так, влетает Нуб на Энчантрас. Энчантрас за счет Спонька, да, уходит. Но уйдет ли у нас Снэп Фаер? Нет, Снэп Фаер. Хотя есть Торрент по двоим. Ну ладно. 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 Ой, так еще и Стрелу поймала Энчантрас. Энчантрас тоже уже не уйдет. Еще похоронная Палка. И много Лотуса. Очень много Лотусов. Нужно не оставлять. Нужно забирать эти Лотусы. Да, в принципе, что Нуб и делает. И я думаю, что это тот самый момент, когда Нигма перевернули. То есть Найтшед имели все шансы. Реально имели шансы, большие шансы, чтобы что-то противопоставить команде Нигма Гелакси на этой карте. То есть у них очень хороший пик, хороший драфт. То есть они хорошо постояли линии. То есть, да, в принципе, ну, если не считать там то, что Праймал Бист хорошо постоял, но, в принципе, они линии закрыли. Плюс для себя. Но одна-то самая Драков там в топе где-то минут пять назад все им поломало. То есть при том, что, ну, они же были, да, со стороны силы дрались. То есть у них было все хорошо. В Темпларке был Дезолятор, в Темпларке было две жизни. Но она, кстати, умерла дважды. Так что нужно быть чуть поосторожнее в команде Найтшед. Все-таки шансы у них все еще есть какие-то. Здесь Джейдж, видимо, делал телепорт, но в последний момент ему повесили, кинули на него крест, и он просто вернулся. Ну, Джейдж умирает много. Я думаю, уже все привыкли. Ну, я про эту карту. Очень ровный счет. 16-16. Нету Лейт сто процентов за командой Найтшед. То есть... Что вот проблема в том, что, ну, Лейт это все-таки командное решение, довольно-таки быстрое решение. Нужно принимать быстрое решение. А смогут ли Найтшед принимать так быстрое решение, как Нигма? Я что-то очень сильно в этом сомневаюсь. Так, есть танчик. Было нападение у нас здесь на Темплар Ассасин. На всякий случай, Сумаил поставил арену, да. Влетает туда же корабль. Есть Мортимер Кисис от Снепки. Пока что все живы. Ну, кроме Темпларки, конечно же. ДК большой, ДК жирный, ДК мощный. Ну, пока что танкует. Танкует. Так, есть Глейтнер по троим. Залетает Стреламба. Кунку. Но этого недостаточно. Не знаю, как будто бы они просто команда Нигма Гелы все фоткали. Прилетает Джейдж на хукшоте в ДК. Так, Кунка, кстати, может умереть. Да, умирает у нас Кунка. Много жил. Меракл тоже битый. Уже размен 2 в 3 получается. Еще Глейтнер. Стрела 5-секундная. Подрубил перед этим у нас Санэйдж под хил. Но Сумаил уже с заряженной палкой. И с заряженной палкой довольно тяжело даже ДК драться. Да. По-моему, это опять было минус 5, если считать, что Темпларка тоже умирал еще в самом начале. Ну, могут драться Найтшет, но вот уже видно. Видно, что они в командных каких-то решениях, да, там, где нужно принимать очень быстрые решения, они проигрывают. То есть это заметно. То есть что по деньгам? Опять 4 тысячи подняли. Да. Пятером умирали. В то время как Нигма Гелыкси потеряла только Праймл Биста и Никс Ассасина. Так, пожалуйста. Так, здесь Гритнер появился, Яша, здесь Мейнстром, Пайп, Кримсон я вам показывал, Джиа Солор Крест, у Амара после Дагона есть Юла в Темпларке, Блинк появился после Драгон Лэнса и Дезолятора, ДК купил себе Кристалис, хотя я говорил, что лучше бы делал БКБ, он только после Кристалиса решил сделать БКБ в Кунке, ничего нового у Энчантрес Форстаф Солор, даже Тапка нету, без Сапога играет, и у Снепки есть Глиммер Кейп и Аркан Буцик. Немного, но что-то, хоть что-то. Так, сколько до БКБ ДК осталось? 600 голды. Ну, нужно переждать этих 600 голды, то есть пофармить и потом только идти дараться. В это время команда Нигма Гелси забирает свой терзатель. Амар получает Аганим Шард, что там по Аганим Шарду? А, истощение. Ну, 4 секунды, очень даже неплохо. Так, что там есть уже, да, где они? Да, денюжка есть уже, видимо. 100 голды осталось, но 100 голды можно пофармить. У Темплар Ассасин появилась пика. Ну, ну ладно, время есть. Время есть, нужно пофармить БКБ, потому что без БКБ не вариант здесь. Просто не вариант. БКБ появилось как раз-таки у ДК. Еще бы БКБ было у Темплар К, я бы сказал, что ну вот, все, команда Найтшет заряженная, могут пойти, могут подраться, все у них получится, если правильно кнопки нажмут. Но, большая опасность из-за того, что у Темплар К нету БКБ. Если поймают, довольно-таки быстро убьют. Ну, если поймают, там, например, в арену, в Ultimate Primal Beast, да, в Vendetta Nux Assassin, ну много-много, также еще Джейчей со своим фукшотом, с когами. То есть, очень-очень много скиллов, которые хорошо работают против Темплар Ассасин. Скан был от команды Найтшет, они думали, что под ногами кто-то есть, но никого не было. Меньше минуты осталось до следующего Рошана, и, видимо, у нас будет, у нас драка за Рошана. Так, от Сумаила, есть арена, палка по двоим летает, и Джейч очень быстро убили Снепку, очень быстро убили Кунку. Снепка Бэйбэкается, также умирает еще Энчантрис, но нет, уже, нужно уже сматываться. В принципе, ДК это делает, но урона хватает, чтобы убить. Получается, минус 4, один, единственный, кто выжил, это Темплар Ассасин. Он заюзал Хасту, что-то там пофоткал, что-то там поснимал и тупо свалил с этой драки. Потому что, ну, понял, что без шансов, то есть, драка проиграна, Рошан достанется команде, Enigma Galaxy, и они тэпаются на низ. Так, Рошан появился. Никс в Вендетте может, кстати, найти Темплар Ассасин. Так, кто там ТП-шку делает? Делает ТП-шку у нас, Энчантрис, УАМ, УАМ, Блин, Станом не попал, но попали как раз таки Хукшотом. Но выживет ли? Пока что живет, нет, все-таки, ну, это была ошибка, нужно было собирать БКБ. Ладно, пока что минус Темплар Ассасин. Кого хотят? Еще и Энчантрис хотят, поймали также Сумаилу, Глейпнир, Снепку. Так, минус Энчантрис, туда полетел у нас корабль от Кунки, Снепка все еще жива, но ненадолго, троих подряд в одной игре, Миракл. Хорошо, хорошо. Ну, Блин, вот 8 минут назад все еще было хорошо у команды Найтшед. Сейчас уже большая задница. У Найтшед, в принципе, как по игре, так и по той ситуации, которая есть на данном этапе. Да, заходит, заходит команда Нигмагелла, Синахэгелла, Ломает они Т3, пока что спасает команду Найтшед Глейп. В какое-то время они выиграли, но потеряет сторону 100%. Больше не потеряет, так как стоит в центре Т2, там еще в топе есть Т2, так что обойдутся только одной стороной. Ладно, Сумаилл уйдет, да, Сумаилл уходит, у него есть Аганимшар, так что без каких-либо проблем. У него есть БКБ, в Миранке БКБ нету, зато есть Манта Кристаллис, скоро будет Дейдалус, Амар здесь видит ДК, но в ДК, если что, есть Блэкинбар. Хорошо, он как раз таки прожимает этот Блэкинбар, но подходит Кнуб в БКБ, ультует по ДК, и ДК вроде как уходит, нет, хватает урона, ДК не уходит, хоть и был под Блэкинбаром, Энчантрес, что по Энчантрес есть Глейп, нет, зарядил он Палку, так это Энчантрес тоже минус, да, там еще и стрела под конец залетела, минус 2. Богоподобие для Миракла, я бы сказал, что Миракл, как и раньше, жарит, но играет они все-таки против Найтшед, это не самая сильная команда, в принципе не сильная команда, которая пришла из OpenCloud, так что наверное, наверное, будет не слишком правильно так говорить, так что, ну на голову выше, хороший пик, очень хороший пик у Найтшед, мне нравился, я об этом говорил, но реализация не самая лучшая, пока на линиях, да, они все четко делали, но как только была большая, большая драка, 5 на 5 тут же обосрались, и в принципе, из-за того, что они обосрались, вот имеем такой результат, еще 30-18, 15 тысяч преимущества, да, это не так, как на первой, что они довольно-таки быстро подлибились, здесь что-то поиграли, показали какие-то зубы, что-то показали, показали, что в принципе имеют, умеют драфтить, умеют пикать, умеют стоять хорошо свои линии, но не более, то есть не более, так, ну а команда Нигма Гелакси заходит на Рошанова второго, при том, что он уже здесь минуты как 4 стоит, да, здесь Амар опять нашел ДК, есть хукшот от G8, настреливает Энчантрес, но уже боится, так, пока что Никс Ассасин поднимает себя в Юла, и вроде как выживает, да, Мортимер Кисис не добил Никс Ассасин, а тот самый Юла спас ему жизнь, минус ДК, хотя Темпларка, а где же Темпларка, минус еще Снепка, где Темпларка, а Темпларка, ну Темпларка фармит, ну че, ну нужно БКБ Темпларки, без БКБ никак, один крип, один крип и будет БКБ, только, ну, поздно, реально поздно, не нужно было доделывать Хюрикен Пайк, нужно было сделать БКБ, и с БКБ, возможно, все было бы иначе. Или линия была бы целая, и Рошан у вас был бы, но как говорится, пока что управлять временем еще никому не под силу, так, Энчантрес неплохо так пробила Нуба, да, есть Хукшота, GH по Кунке, минус у нас Энчантрес, на палке подлетает у нас Сумаил, убивает Кунку, это получается минус 2, да, потому что там еще из прошлой драки игроки мертвые, которые до сих пор в таверне и что, прожимает Глиф, выигрывает какое-то время, но это время, это время нескольких секунд, как раз, чтобы просмотреть всю свою жизнь, как говорится, перед глазами Тридцать четвертая минута, двадцатка, двадцатка, на что надеются Найтшед, не знаю Потому что, ну, пока что ничего не светит, светит пока что нижняя сетка против, по-моему, кого там ждут, либо дек, либо еще кто-то, ну и после игры, если будет там уже, кто проиграл, кто выиграл, я обязательно вам скажу, кто будет, кто и с кем будет играть, без каких-либо проблем Так, Джейдж опять влетает на хукшоте, но пока что Глимер Кейп, и есть печенька, этого, конечно же, недостаточно, чтобы выжить Так что минус снэпка Да, Джейдж оправился, но он оправился, потому что команда начала тащить, и, в принципе, видим, что больше восьми сметей у него нету Так, Блокенбар прожимает Нуб, Блокенбар прожимает Сумаил, убивают они Керри команды Найтшед через палку, через арену И будут терять сейчас третью сторону, а это, получается, мега-крипы, и, в принципе, на этом все Нуб ультует по Кунке, там убили Энчантрис, убили Темплар Ассасин, предсмертный корабль залетает Сумаил заслуживает богоподобия, там уже, смотрю, написали люди Гудгейм Ну, здесь мы хоть что-то увидели, да, увидели какие-то драки, увидели какую-то, знаете, логическую цепочку в действиях команды Найтшед Так что, ну, эта игра была поинтересная, как по мне, у команды Найтшед были все шансы, реально были, хороший пик, очень хороший Не знаю, кто драфтит, но пик был классный Но не хватило, все-таки Нигма на голову, возможно, на две головы выше Так что, такие дела В принципе, у нас закончилась, получается, вторая серия со счетом 2-0, как и первая Сейчас я узнаю, были ли у нас Так, ага, все В принципе, в принципе, пока что у нас еще играет OG's Level Up Игра у нас продолжается, я не стану спойлерить Но завтра в 12.00 есть уже первая пара Это Нигма Гелл, если будут играть против Авалос Это уже довольно-таки поинтереснее будет матч То есть, я его планирую смотреть в 12 дня Приходите, буду всем рад Обязательно, то есть, пообщаемся, посмотрим И параллельно будет идти еще один матч Маус против, как раз-таки, победителей OG против Level Up Sorry, отвлекся Так вот, как раз-таки, будет следующий параллельный матч Маус против победителей пары OG против Level Up Который матч прямо сейчас идет То есть, там, по-моему, вторая карта И у нас будут еще сегодня две серии параллельно Где будут играть у нас, получается, Night Shed против Just Team Это как раз-таки проигравшие И Deck против, как раз-таки, OG Level Up Кто там проиграет Но эти серии мне не интересны Так что, ну, я не буду их смотреть Завтра уже посмотрим Завтра у нас будут второй раунд верхней сетки И также будет финал верхней сетки в 7 вечера Так что, если что, завтра, в принципе, матчи довольно-таки интересные Будем все это дело смотреть Я на этом, на этом, друзья, буду заканчивать Спасибо всем, кто пришел Спасибо всем, кто смотрел Всех люблю Реально соскучился по стримам, по доте То есть, сильно разочарован за International Не просто тем, что там все наши команды повылетали И тем, что, в принципе, ну, блядь Ну, это ужасно было Реально ужасно То есть, как будто бы Valve все больше и больше пофигу на свое детище Да, на доту Но, ладно, не стану об этом разглагольствовать Потому что не хочу отнимать много времени Единственное, что Еще раз напомню вам, что у меня есть Telegram Где все анонсы, как раз-таки, они там Там возможность со мной пообщаться Подписывайтесь на мой Telegram Переходите, буду всем рад Также подписывайтесь на Twitch Вы найдете там ссылки Либо в описании, либо в закрепленном комментарии Так что, завтра услышимся Всем пока Всем хорошего вечера До завтра